Друзья, наконец, самое приятное во всем производстве кукурузного самогона. Сейчас будет дегустация. Для того, чтобы еще немножко подержать вас в томительном ожидании, я расскажу. Из 13 килограмм, даже может быть 12-700 килограмм кукурузной каши, у меня получилось почти 10 литров кукурузного самогона. То есть где-то 9,5-9,6 литров. Недавно мне замечательный друг и подписчик подарил набор спиртомеров АСП-3. Сейчас мы его будем проверять. Я проверил температуру. Температура кукурузного самогона 19,9 градусов. Сам спиртомер АСП-3 со шкалой от 40 до 70, он клеменный. То есть он прошел госповерителя. То есть он прекрасно и идеально показывает. Я опускаю в мерный цилиндр. Здесь 54, даже 55 процентов спирта. Я примерно так и разводил кукурузный самогон по своему обычному бытовому спиртомеру. И мне там показывало где-то 52-54, потому что слишком маленькое было расстояние между шкалами. Я не знаю, это хороший выход самогона из каши или нехороший. Меня вполне устраивает. Это при всем, при том, что я еще отобрал пол-литра голов крепостью почти 88 градусов. Но хватит в плане интересного. Давайте по приятному. По поводу диустации. Все, что вы видите, это декорации. То есть это все вкусное и съедобное. Но у нас сейчас не диустация продукта, а диустация самогона. Поэтому для меня очень важно и принципиально, чтобы все мои рецепторы были девственно чистыми. И они прекрасно могли почувствовать именно вкус и аромат самогона. Поэтому я буду закусывать только свежим огурчиком. Аромат. Когда нюхаешь кукурузный дистиллят или кукурузный самогон, даже не слышно запаха крепости, то есть запаха спирта. Какие-то нотки, ну, конечно, чуть-чуть, там, очень отдаленно, где-то напоминают спиртовые ноты. Но что-то очень приятное. Пока еще не попробовал, ты не можешь определить, что именно это за аромат. Пробуем. Пока держишь напиток во рту, очищение, как будто бы крепость, 28-32 градуса. То есть очень-очень мягкий, не обжигает. Когда глотнешь, самое первое послевкусие, это сладость. То есть такая сладость, ну, именно цветочная, как будто бы ты находишься весной в каком-то нефруктовом саду. То есть там, где деревья, но они нефруктовые, и они очень приятно пахнут. Вот такой какой-то вкус. Пьется очень легко, очень мягко. Я уже делал пшеничный самогон и делал ячменный самогон. Сейчас мы делаем первое видео о том, как я сделал кукурузный самогон от закваски до дегустации. Поэтому у меня уже есть опыт дегустирования зерновых продуктов, и я знаю, какой у какого продукта вкус и какой аромат. Продолжаем дегустацию. Дело в том, что, я не знаю, с чем это связано, но именно, возможно, свойства человеческих рецепторов такое, что первая чарочка, она имеет один вкус, вторая, другая, третья, третий. И уже потом, когда ты просто пьешь и наслаждаешься вкусом, ты по-настоящему раскрываешь все нюансы и оттенки вкуса и аромата. Поэтому первое, она просто пока подготавливает твой язычок к восприятию. Если бы вы знали, что я сейчас чувствую, как это приятно. Такое вкусное, например, когда вы едите конфету в вишню в шоколаде, и там этот ликер, только не такой приятно-сладкий, а такое что-то нежное, самая первая такая нотка, как будто бы коньячная. Конечно, это не коньячный спирт, это намного интереснее. Когда я смотрел видеоканалы других блогеров, которые делают зерновые спирты, то у них у всех было четко, это слышно кукуруза, ее сладость, аромат попкорна или чего-то еще. Нет. Друзья, если вы не знаете, что это кукуруза, то, скорее всего, вы ее и не определите. Настолько это утонченно и элегантно. Но это, конечно, ни в какое сравнение идет ни с водкой, ни с сахарным самогоном, ни даже с фруктовой бракой. Это просто три порядка выше. Класс. Огурчик. Третье. Пока третье наливается, я хочу вам обратить ваше внимание. Написано кукуруза 30.01.19. То есть 30 января я развел кукурузный спирт до крепости 54. Здесь мне написано 54. То есть мой бытовой спиртомер, в принципе, неплохо показывает. По факту здесь даже 55. И она отдыхала в стекле. Вот эта замечательная жидкость. Это этот нектар, этот элей. Он отдыхал в стекле с 30 января по 17 февраля. Вот столько он отдыхал в стекле. То есть все нюансы, какие могли случиться, уже случились. Все грубое послевкусие или какие-то грубые ароматы, они ушли. Самогон отдохнул и он стал божественным. Конечно, со временем он будет еще лучше. У меня есть много планов. Возможно, это будет щепа. Возможно, мы просто его будем пить и есть и веселиться. Но, в любом случае, дегустация продолжается. Третье. Друзья, зерновые дистилляты это бомба. Уходите от сахара и идите на зерно. Третье. Вообще не чувствуется никакой резкости. То есть как будто бы такая прохладная водичка. Послевкусие, интересная, благородная. Вот сейчас уже, возможно, проявляется нотка, когда мы варим кукурузу летом. И потом высасываем из кукурузы сок из качанчика. Или просто мы можем попробовать именно тот бульон, в котором варилась кукурузка. Вот такие легкие-легкие нотки именно кукурузного бульончика здесь присутствуют. Но опять же, потому что я знаю, что это кукуруза. Если бы мне сказали, угадывай, возможно, я бы и не угадал. Ну, что я хочу еще добавить. Очень прекрасный кукурузный дистиллят. Мне он нравится. Но самое важное это умеренность. Умеренность и хорошая компания. Поэтому смотрите все видео. Готовьте кукурузный дистиллят или кукурузный смолон по моему рецепту. Это очень легко и просто. Я именно умышленно, специально делаю на самом простом оборудовании. Потому что сделать на колонне, колпачковой или еще какая-то, это может любой. Но гордость за свои старания вознаграждается вот таким прекрасным продуктом. Когда ты фактически на коленке, как дед, сделаешь замечательный напиток. Как это было во все времена, в древней Руси или в древние времена. Люди делали отличные вкусные напитки. Без всяких супер космических технологий. Поэтому я говорю, друзья. Фишка в том, чтобы из ничего получить вот это. Вот это торжество вкуса. Поэтому пишите все, что вы думаете. Советуйтесь. Говорите, какое оборудование у вас, что у вас получается. А я вам желаю приятных напитков, очень вкусных. И помните, кухня это самое спокойное место. Но подписаться на мой канал, ссылочка вот здесь. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех последних видео на моем канале. Всем пока!